всем привет у нас сегодня день трудотерапии мы убираем листву и очень много падает соседних у нас нет здесь берез ну вот вот там соседи береза их много и они все падают я вот тут попыталась чуть-чуть погрести блин реально тяжело верками короче сил просто нет и падает и падает видите все летит и летит и летит вроде догадался взял газонокосилку и вот ею вот там вот проходит по одному раз и вот она раз сразу вся листва убирается молодец короче мы тут вот подметали он с утра я днем и в итоге все равно вися терраса в листьях вот тут и это же я немножко погреба возле дома возле вот этого места хотят вот я гребла вроде надо так устала а при этом везде листья все равно кашмаркау караул извините у меня уже рот не говорит потому что я настолько устала вот вчера соседи гребли потом с ними гулять ходили мы в игры настольные грани ветерам с ним они все утро гребли всей семьей мы сегодня запланировали что нам сегодня надо листочки все убрать потому что да у нас из приел уже туда как-то некрасиво так извиняюсь что вроде тут шумит но он не может жить их это делать зато у него раз и как бы все равно еще нападает на толком и все и так немножко подстрижена и заодно убраны листья не надо так корячиться поэтому я возьму еще шавру я вот здесь подмету вот это вот надолго не хватит на недельку надеюсь хватит на недельку две думаю деле через может к следующим выходным или через неделю там через полторы мы уже еще раз уберем я не знаю про сколько этих листьев на березах еще полно соседа там море его с той стороны ведь все желтая это все березы вот все их убирайте лучше лучше пусть одна хвоя падает но когда береза начинает сыпаться это задница но уже не можем соседа обязать соседа у него участок вот целиком два участка у него соединены вот один дом у него серенький вот этот вот у него две собачки два кота один сильно породный который высокопородный страшнопородный которая по моему показывала к нам приходит вот так там соседа нет еще то есть он рассчитил участок хорошо стоял только сосны видя вот этот беспредел с березой в прошлом году в этом году не приезжал там сосед но у него далеко тот березы тут куплен участок но не разработан пока в общем кто будет убирать березы конечно такой плюс будет что не нужно будет но хвоя падает видите ну короче лучше ладно пошла подметать все день уборки и госсоль уже уехали на великах кататься мы хотели с ними но у меня цистит прихватил блин у меня он постоянно бывает на местах редко но вот мне после греции как-то вот там вот у меня немножко началось как-то в туалет ходить больно приехали все блин я мучаюсь теперь с ним пардон тем так буду говорить все поближе чем мучаюсь этим циститом и поэтому не хочу на велике кататься мне так все болит у меня все крови то блин уже не знаю больницы конечно не хочется потому что там то никто и не берет больницы кому сейчас нужны сколько раз пыталась попасть больницу без блата не попадешь вообще вот поэтому надо лечиться самим пью лекарства но что-то как-то мне не помогать учетый день блин мне просто что меня обострение все хуже и хуже ладно так насчет цветочков вот цветы уже вот нас подвяли вот там вот двое вот этот еще оленькин прекрасный тот надо выкинуть и вот эти вот еще цветы которые в этом подойду поближе вроде тут вот они еще живые они еще прикольные их еще можно вполне поливать смотрите да середина октября они еще так так покажу они еще красавчики у нас но пока заморозков не было они и будут цвести красота так ежи вот и не за что это такое но вот это я тоже поливаю что это все за растение понятия не имею хотела купить лилии посадить в этом году нынче не посадила вот это единственная клумба надо ее в следующем году будет все прополоть что я не понимаю что здесь такое вообще вот на этой клумбе посадить весну лилии обложить окинь камушками чем-нибудь таким я подумаю ну короче у меня будет единственная клумба вот это я что же сидит вот потом мы выкопали две вот этих вот пушистика видите они вот несколько сгнило а вот там еще помню три-четыре надо еще и вот это тоже не знаю но друзья пока не хочет весной снова посадить новое вы красота какая мы тут убирали убирали в общем я еще тут насобирала и грузи уже вот здесь все прошел смотрите самом деле делал неблагодарный опять лечат листья он снова проходит второй раз показано опять все навалило видите он же все вот это убрал так что да реально неблагодарное дело вообще поэтому вон я там все подметала есть еще какие-то кучки заново новые к штамме убирала вот там убирала но она все опять короче бесполезно летит березы сегодня все просто к три стопа два раза мы подметали вот эту террасу вон она ведь она вся в листьях опять люди подметал я подметала ну короче вообще в итоге но он хочет пройти все-таки еще раз по вот этому месту которым навалил опять бесполезно дело вообще так что листопад дело такое бесконечный труд это я девчонки нарастила волосы смотрите вверх я их покрасила во вторых я их нарастила вот сегодня так что знаете какая у меня длина конечно их надо будет подрезать но вот у меня вот сейчас такой цвет волос и такой немножко вьющийся и вот я вам показываю переход да вот вот здесь вот внизу это мои прядки конечно мне никто не укладывал и просила не укладывать волосы для того чтобы потом просто сделать себе нормальную стрижку сделать показываю вам длину волос которая вот моя да и длину которая наращена вот такие прядки немножко вьющийся для того чтобы их легче было завивать это мы в ресторанчике каком-то там на втором этаже смотрите как кружка немножко кажется как будто она запачкана она в таких капельках таких интересных такой дизайн это торговый центр лето и не вот тут парковка это вот после наращивания вас родить встретились он после работы я после наращивания в общем мы встретились торговом центре это вот такой вот ресторанчик или что это назвать я забыла название сейчас я вам его сниму покажу как называется лампочки все такое все на потолке интересно так это у меня какой-то блинчик внутри сыр я не знаю забыла как называется такой тоненький соусом очень вкусный кстати к слову вместе выдал соусом и вот здесь вот куаркут если вам понравилось ты-ты-ты а называется вкусновица да что такое это десерт он такой как вафелька внутри творожный сыр какие-то орешки что-то очень вкусные кстати нежные это мы ходим по торговому центру тут мальчики котики смешные только магазин вообще не знаю честно чемоданчик и какой-то хлам и два кота у таких вот это какие-то подушки видимо да вот такой вот центр юникло магазин разные торговые но это торговый центр лета на пулковском шоссе кто в питере был узнает на большой центр в общем-то ну вот мы там с покупочками идем сегодня такой интересный завтрак у меня какая-то каша с яблоком черникой и я не знаю что это такое вроде а что это такое за кашей кукурузной а вроде оладушки а что это за джем такой не знаю сметанки тут мы положил в общем какие-то оладушки так красивая каша честно все какао и буду завтракать на улице а на улице очень красивая погода солнышко красиво но холодно рамка песка холодно но солнечно самое главное я сейчас позавтракаю и чуть позже вам покажу свои покупочки вчера что где мы ходили в торговом центре все всем приятного аппетита отличного дня мы тут решили как это назвать после завтрака есть еще такие вкусняшечки в общем это два десерта готовых вроде что вот это твороженая да так хорошо попробуем это чем отличается от ягодами дед я попробую скажу это может быть не только съемка не обе съем а с ягодками да это похоже на влёт по легкий творожный это более плотно металл поплотнем это понежнее как будто чуть более высушена и и там по моему еще мак тенки мы вчера были в торговом центре летом я вчера есть вы наращивало волосы народе на работе вот и я потом отдать про волосы не снимала я как я красил волосы не снимала я как наращивал волосы потому что я приболел немножко микки даже снимать не хотелось стал плохо себя чувствовали записал же наращивание поэтому мне нужно было успеть прокрасить что я сделал я пришло смывкой смывка знаете стильерская такая два раза нашла смывом и Я взяла просто оттонировала на 8-6-1 краски. То есть я ничего не осветляла. А, нет, вру. Я прошла смывкой и прошла полуторапроцентным порошком Блондоран. И на полуторапроцентах разведенным 1 к 6. То есть немножечко порошка и 6 частей 1 к 6 полуторапроцентный оксид. То есть чтобы смывка не возвращалась обратно. То есть по сути он мне просто смыл волосы. То есть видите, они все равно такие немножко коричневатые какие-то такие остались. И 8-6-1 это краска пипельно-фиолетовая. Estelle Essex. Ну, Estelle Princess, по-моему, да, или как он там сейчас называется. На 3% я взяла и просто все оттонировала. То есть сначала корни и потом немножко размазала по длине. Все. Вот сейчас вот так вот видите переход. У меня все равно волосы темнее, чем наращенные. Да, чуть-чуть не попало в тон. Но у меня волосы смоются, вот эта тонировка моя. Может быть все будет лучше. Сейчас кажется текстура разная, потому что я просто их выпрямила, выпрямила. Я стали равно, как бы прошлась, да, высушила. И они прямые, эти вьющиеся. Но при заливке может быть не будет так заметно. То есть мы миксовали тут два вида волос. То есть желтые и такие бежевые. В общем, я взяла вьющиеся волосы нарастила. Я 60 сантиметров длина, они вообще вот такие были. Но я это обрезала. Может, я еще что-то обрежу. Я подумаю. Просто сегодня я их не выложила. Когда вы начинаете вкладку, конечно, они все сливаются. Тут будет прям разница. Видна вот пока, да, пока их... Видите, вот они прям... Ну, чуть-чуть оттенок, да, не попал. Ну, и по текстуре сейчас вы различаете. Поэтому видите разницу. Потом разницы не будет видно. Вот я просто хочу отрастить свои волосы. А отрастить только вот наращивание, скорее всего, поможет. Ну, и очень хорошо выглаживает волосы, выравнивает стайлер дайс. Вот просто подпушиваете и берете просто вот там вот с расческой вместе с стайлером. Там расческа уже вставленная. Как-нибудь буду сушить волосы, я вам покажу. Мы сделаем укладку с этими волосами. Посмотрим, что получится. Если где-то что-то мне нужно будет еще подрезать, я подрежу, да, как-то подровняла где-то, лесенкой подстригу, чтобы переход был не виден. Пока у меня так. Ладно, сегодня мне просто некогда. Вот, сказала вам, на чем красила волосы, что сделала. В общем, сейчас-таки вымываться краска будет, все будет осветляться. Если будет какое-то солнышко на улице, как сегодня будет, у меня будет все выгорать. И каждый раз постепенно у меня будет все светлее-светлее, знаете, волосы. Поэтому, может быть, еще и поношу потом вот эти волосы. Вот так, наращивание. Как вам показать? Прядочки мелкие, у меня стоит 142 прядки. Вот такие малюсенькие, там, прядки, видите? У корней их можно, конечно, тонировать, но я не буду ничего тонировать. У меня никогда и желаний нет. Вот, видите, они такие маленькие. Так, вот, у мастера хожу и делаю уже много лет. Ну, короче, она себя сейчас не рекламирует и просит контакты не давать. Хотела поснимать, но она просит. Так что, давайте сейчас так покажу вам. Потом мы встретились с Рудольфом в лето, в торговом центре. Он после работы туда зашел, ждал меня, когда он мне закончится наращивание. Так, Дима тут лежит. И сейчас я вам покажу. Он мне купил... Мне нужна была куртка гулять. Вот мы гуляем вокруг озера. Ну, где-то там в торговый центр съездить, где-то там взять ее. Ну, такую дутая курточка. У него дутая курточка была куплена такая легенькая. В Юникло, видели? Такая вот у него красная. И они продавались там. А мы зашли. Ну, короче, они стоят 5000. Эти куртки уже раньше стоили 3000. И они... Ну, мне не понравилось, короче. Что-то женское не очень. Вот. И в резерве мы увидели вот такую вот. Она сине-серая. Такой красивый оттенок. У нее какой-то синий-серый. На кнопках. С капюшоном. Вот, кстати, та куртка мне почему у него бордовая не нравилась. Она без капюшона. Я люблю все с капюшоном. На молнии. И цена у нее... 38 размера, дали. 44, 2, 499, 2,5 тысячи. Относил мне подарил курточку. Вот. Вот так вот. Вот она называется. Девчонки, если кому-то понравилось, берите. Лариса соседку она вкупила в... Скажу, Остин. Такую коричневую. Коричневую тоже серую. Более теплую куртку. Мне нужна была, чтобы она была легкая. Вот видите, такая вот невесомая. Легко складывалась в поездки, в путешествия. Чтобы можно было переодеться. Ну, дима он тут вообще нализывается. И она, по-моему, не пух. А мне кажется, это синтепон. И он должен стираться. Ну, машинки стираться, я имею в виду, легко. Я что-то немножко... Давайте посмотрим, что это такое. Так. Куртка женская, куртка женская. Ничего не написано больше. Где-то бирка должна быть. Вот бирка. Ничего на ней не написано. Написано деликатная машинная стирка. Возможно, при 37 градусах. Но на ощупь это не... Это синтепон. Нет, мне кажется, это синтепон. Такой синтепон, холофайбер. Мне нравится больше, потому что можно постирать машинки. Я хрюша, у меня постоянно все куртки пачкаются. От тонального крема везде. И я просто их засовываю в машинку. Я люблю, чтобы машинки стиралась. Есть петелька. Это хорошо. В общем, 200,000 просто классно. Винни-Клоу они уже стоят 5 куртки. Те, которые вот Руди покупал за 3 себе. Они стоят 5 и без капюшонов. Ну, вот это гораздо... Ну, как-то мне и по цвету по разу больше. И вообще прикольное. Вообще и Руди нашел, на самом деле. Он такой посмотрел. Мы сразу померем. Говорит, все, берем. Пошел на кассу и взял. Так, ладно. Куртку я сегодня одену. Покажу вам. И мы еще купили мне очки. Очки для чтения. У меня уже падает зрение. И я, когда делаю себе маникюр, я планирую сделать маникюр. У меня какое безобразие. В общем, я вечером уже начинаю проклянчить его очки. У него очки 1,25+. И мне тяжеловато, конечно, в них. Ну, как бы... В общем, особенно монтирую ролики, кстати, в телефоне. Вот все мелко там очень. Вот, и мы купили мне плюс 0,5. Ну, я так смотрела, выбирала. Ну, короче, видимо, единичка мне многовато. Хотя, не знаю, может, скоро перейду на единичку. У меня в вечернее время, знаете, в глазах расплывается, да? Мы взяли 0,5. Я посмотрела, мне прям... Я очень хорошо вижу свои ногти. Но мне как раз маникюр сделать, чтобы я не щурилась, не морщилась. Вот очки стоят 2060 рублей. Вот такие вот. Прикольные. Вроде очки для чтения должны быть узкие. Ну, не знаю. Мне тут все больше понравились. Руде тоже. Точнее, Рудольфу понравились. И мне тоже, в принципе, не понравились. Я так смотрела. Серые такие. Не серые. Фиолетовые узкие. Но фиолетовые узкие чем плохи? Тем, что... Ну, не знаю, как-то они бабские. Знаете, вот не хочется носить бабские очки. Тем более дома. И это всего лишь вот когда я монтирую ролик, или делаю маникюр, или там что-то мелкое читаю. Поэтому, не знаю, я взяла вот эти. Не знаю, мне понравились. Я говорю, ладно, давай вот эти. Мы сначала взяли сиреневые. Взяли сиреневые. Потом говорю, нервничать. Я говорю, не хочу эти бабские очки. Я говорю, давай поменяем. Пошли. И просто делали возврат. И взяли вот эти. Это какой-то Ральф. Что-то там. Не знаю, просто Ральф. Ну, это вот такие цены. Это не Ральф Лорен точно. Показываю вам свои очки. Надо бирку снять. Вчера я вот не одевала. Я даже вчера не снимала. Вчера так устала. Мы доехали домой. Я упала, уснула. Потому что вчера целый день проверилась, но в пробках у нас. Прямо карченец. Вечно пробки. Пробки уже сейчас задолбала. Вот. Ну, такие вот. Не знаю, наверное, мне более-менее они идут. Из всех, что я отмерила. И вот так вот я как канцелярская крыса буду. Ну, вот. Когда опускаешь, смотришь телек, например. Это как намонтировала ролик. У очки так опустила. Не смотрю сюда. Ой, как крупно выглядит. Классно. А туда смотрела кино. Так, какое кино смотрела тут недавно? Стражи Галактики. В общем, это и енот нравится. Стражи Галактики. Дерево прикольное. Больше ему знает. Вот. В общем, так они хорошо на носу сидят. И хорошо делать маникюр, чтобы я вот так вот не морщилась. Да, вот. Так. Ну что, давайте курточку померяем. Извините, мне у себя плохо очень видно. Глаза вам болят, когда вдаль смотрю. Вот. В общем, очки прикольные. Спасибо, Орузия. Усточка была. Такой, давай очечки тебе купим. Ну вот, в принципе, мы шли за курточкой. Посмотрели. И как раз заходил он декатлон до меня еще, пока я не переехала. Я еще звонила, говорю, я кушать хочу. Я на такси доехала до него. Почему он меня не забрал с наращиванием? Потому что я ехала по ЗСД, на скоростном диаметру. И он весь без разворотов. То есть, он говорит, я тебя заеду, заберу. Я говорю, а как ты меня заберешь? В общем, я на такси доехала. Не поехала на машине. Вчера у меня болела голова очень сильно. И поэтому из дома не поехала на машине. И оттуда мне было близко до него доехать. Поэтому вот. Ну и мы сошли, вот покушали. Очки купили. И куртку покажу сейчас. Так, я в комнате там вроде работает. Вот такой натуральный цвет куртки. Видите, такой синий-серый. Очень красивый, металлический. Хотя она не, как сказать, знаете, вот эти все блестящие куртки, они обычно, как бы это объяснить, они жесткие, да, вот. А это такая нормальная куртка, в общем. Такие карманы. У меня такой 44-й хороший, она свободная. И сейчас я так достану капюшончик. И вот такой капюшон. Мой любимый цвет, мой любимый размер. Так, давайте вот так попробую. Повсюду. Ну, показать она выше, конечно. Пижаме сейчас. Вот. Выше попы. Ну, прикольно. В краске с юбкой и с платьем. И гулять нам здесь ходить самое то. Такая легкая куртка. Говорит, если надо что-то потеплее, то, конечно, надо потолще куртку. Но вот сейчас ходить вот эта куртка к самой глазе. Девчонки, вот я в курточке. Если захотите заказать, я оставлю вам ссылочку. На ежесайт. И можно заказывать там курьером или почтой. Ну, в общем, как-нибудь вот так. Если у вас большая грудь, берите на размер больше. Рекомендация. А вот. Ну, в принципе. Бежевый костюм. С Алиэкспресс, кофе с молоком. Розовая шапка. Шапка покупала в торговом центре. Вам сукла оставить не смогу, потому что просто не найду в интернете. Такого нет. Костюмчик хотите оставлю, постараюсь. Такой вот. Вот костюмчик. Глазненький. Так. Сумка Оксана, Раиса сумки. Обувь у меня. Блин, я забыла. Магазин. Ну, я тоже не найду. Потому что я даже не знаю в интернете, можно это где-то найти или нет. Это резерв магазин. И они есть в цветах черных, я посмотрела. Молочный. Вообще, в принципе, есть, да. И еще в зелененьком вот таком цвете. Может, кому-то зеленый зайдет. Но я не видела вживую. Но я видела такой вот голубо-серый. Такой губольный, как виталийный цвет. Вот. В общем, остатки там еще какие-то есть на сайте. Можно еще, если есть ваши размеры, можете попробовать заказать. Это мы фикс прайс. Здесь я вот присмотрела косметичку. Смотрите, девчонки, по 249 рублей. Есть вот такие зелененькие, розовенькая вот там впереди. Вот видите, розовенькая. Всякие разные такие. Интересненькие. Очень, кстати, рекомендую. Вот я взяла голубенькую. Покажу вам ее чуть попозже, поближе. Обычно я покупаю, ну, вот моя корзинка. Обычно мы покупаем кошачьи корма. Консервы. Такая там. Ну, вот смотрите. Здесь в магазине вот такая подставка для салфеточек. 77 рублей интересная очень есть. Оригинальная. Это для масла и специй таких. Не специй, даже соусов. Да, вот такой вот дозатор. Цену я как-то не нашла почему-то. Так. Чтобы еще там посмотреть такого, да, в магазине. Вот видите, много посуды. Вот чайники. 249 рублей. Я не поняла, какая цена чайника. Это вот который справа или который слева. Справа без крышки, слева вот такой с крышечкой. Такой интересный флавор, по-моему, там написано на нем. Видите, ценник 249 и все. Может, это одно и то же, как бы, не знаю. Вот разных тарелочек очень много интересных. Всяких блюдца. Вот такие плоские тарелки. Смотрите, в разных цветах. Такие-то темные. 149 рублей, видите. Немного там всякой-то неплохой посуды. Такой довольно дешевый. Для дачи куда-нибудь. Девчонки, еще раз тем привет. Я, наконец, взяла волосы. Немножко подрезала. И вот у меня получилось вот такое. Вот где-то может немножко видно переход. Но вы знаете, в светлом тоне миллионы оттенков блонда. И подобрать текстуру вместе с цветом просто практически нереально. То есть, все равно будет где-то отличаться. Со временем можно сделать тон. Можно тонировать волосы. Можно тонировать. Это не специальные волосы. Это натуральные волосы. Мне это нравилось. Мне пришлось вместе с поездкой 19-200. Вот. И поэтому волосы, натуральные волосы хорошие. Они имели такую заливку химию, я так понимаю. Для того, чтобы они были не мягенькие довольны. Чтобы они имели мягкую волну. Но при этом, ну вот как бы так показать. Переход немножко пыталась выровнять. И волосы наносится примерно 3-3,5 месяца. Вот так вот. При этом можно красить корни. Можно тонировать. Можно делать все, что угодно. Не нравится мне короткилсы. Может где-то еще подрежу. Потому что вот я ровняла где-то. Нарезала так лесенкой, чтобы переход был меньше заметен. Но все равно у меня остались довольно быстрые низы. Которые я считаю, что можно еще прорезить как-то вот так вот. Да, немножко. Я посмотрю на заливки. То есть делать реже. Но чтобы заливка была как-то по сей деньу красивой такой вот. И когда волосы завиты, не так переход заметен. Конечно, волосы у меня сейчас коротковаты. Так как меня Сережа подрезал тогда весной. И вот немножечко отросли. Они буквально на 4 сантиметра где-то. Получается за 4 месяца. Но если вот показать вам, то конечно вот длина. Вот моя натуральная длина. И вот остальные волосы. Я вообще не рекомендую наращивать волосы больше, чем на 10-15 сантиметров от вашей длины. То есть обычно у меня волосы где-то такие. И чуть-чуть там я бывала наращивала. Когда такая длина, конечно, ну вот от нее еще бы вот так, да. Вот эта вот самая оптимальная длина волос. Чтобы не сильно вот так вот было бы. Не сильно бросалось в глаза. То, что это наращивание. Может я подрежу. Но я с расчетом того, что я эти волосы хочу после коррекции, то есть снятия, переставить и поносить еще раз. Но полностью не получится. Я их уже обчесала здесь. Мне вот как бы лесенку сделала. Но какую-то часть можно будет носить. Потому что волосы это очень дорого, да. Довольно дорого. Потому что цена такая как бы, ну не маленькая совсем. Ну, хочешь длинные волосы, плоти называется, да. Это не маникюр. Вот. И фикс прайс мы вчера заходили. Я вам не показала. Я устала очень. Вот такую сумочку. Я купила за 250 рублей. 249. Вообще очень такая интересная. Видите, у меня, по-моему, камера криво стоит. Но я уже не буду поправлять. Не обижайтесь, пожалуйста. Вот сейчас только заметила. Просто не буду переснимать. Не буду переставлять. Очень удобная транспортная сумка. Она довольно большая вместительная была. Зеленого цвета. Розовых, по-моему, цветов было несколько. И две голубых. Оставайся в красе. Посмотрите. Она из клеенки. Это вот дорожная. И просвечивает то, что кладете туда. Жидкости все, да. Если в ручной кладе, то видно. Но в ручной кладе, конечно, она это большая для ручной клади. Больше это для чемоданчика. Ну, естественно, мне понравился голубенький. А мне идет голубо-розовый цвет, когда я в блонде. Да, наверное. В блонде, кстати, мало какие цвета идут, если честно. Потому что все бежевые оттенки, кремовые, они сливаются с волосами. Волосы не эстетично выглядят. При том, когда у вас волосы темные, с темными волосами всегда все смотрится эффектнее. То есть, любая одежда, вообще просто идеально. Ну, а с блондом это черный. Ну, как видите, у меня такой бежевый блонд получился, да. Мягкий, теплый. Не хотела я холодный. Ну, вот издалека покажу вам. Видите. Напишите мне в комментариях ваше мнение, как вам. Хорошо, нет? Люблю всегда завивать. Завиваю я на плочку свою. Как у меня выпрямлены были волосы, то это... Вот когда я выпрямляю волосы, я делаю стайлером, да. Если сначала просто сушу, потом вот этой расческой она в ните с веном. Вытягиваю. И вот я постаралась сделать так, чтобы я могла носить и прямые волосы. Посмотрю, как оно будет. Раньше, перед таких коротких и сильным наращиванием, конечно, ну, никак. Я говорю, надо вот подрезать еще вот настолько. Ну, я подумаю, понимаете, может, я еще похожу и подрежу. Я не знаю. Я буду думать. Вот. И так я подрезала достаточно длину, где-то вот столько. Подрезала, потому что совсем сильный переход. Некрасиво видно заметно. Ну, некрасиво. То есть и так его видно, конечно, переход. Но буду скрывать, потому что тут блонд сложнее. Темные оттенки, их легче подогнать. И даже если где-то там смешалось, никто ничего не заметит. В блонде все бросается в глаза, что свет летит. Да, и у меня вот видите, он такой мягкий, такой, почему-то на корнях он получился более светлый. Ну, как обычно, да. Здесь вот я не блондировала волосы. Я сказала, я сделала только смывку. И буквально прошлась декопирование сделала. Декопирование это на одной оксида полутора процента. И вот одна часть, например, порошка и шесть частей вот этого оксида полутора процента вносит волосы не более 20 минут, чтобы краска не вернулась обратно. Делать декопирование, потому что, когда мы сделаем смывку при нанесении какой-то краски, а я хотела тонировать, волос может вернуться обратно в темный цвет. Когда я сделала декопирование, посмотрела, думала, да, я достаточно, не буду ничего осветлять. И взяла просто 8-6-1, нанесла на корни, и потом по длине, и все. Я тонировала, потому что было, конечно, немножко желтовато. Не могу скрывать. Ну, сейчас желтый тоже, но более приятный цвет такой. А было, конечно, все ужасно. Внизу у меня здесь микс волос, то есть рыжеватый, беловатый, светловатый, потому что, в принципе, может быть постепенно, знаете, во-первых, краска смывается, все, сейчас, правда, ничего не выгорит, но постепенно у меня волос становится все светлее-светлее, это заметила, когда я хожу, и поэтому потом они становятся в тот цвет, который снизу. Ну, или там можно немножко через 2 месяца, я обычно раз за месяц корни гранжу, корни подсветлите, чуть-чуть тонировочку сделать, немножко светлее. Посмотрю, нет, хорошо, добавлю в следующий раз более темных оттенков, в общем, смиксую что-то. В общем, главное подобрать текстуру волосную, самое важное, цвет тоже. Прямо вот один в один к моим волосам были хорошие волосы, но при наращивании, как бы, как скажем, они были жесткие. И жесткие, значит, тяжелые будут рвать, тянуть, да, как бы я хотела мягенькие, мягенькие, вот все, что мы нашли, то мы мне и поставили. Мягенькие и с волной легкой, чтобы они легко завивались, потому что если волосы прямые, а мои жены, то при дожде, а сейчас влажность осенью, то будет так, что эти выпрямятся волосы, а мои запушатся, да, и это вообще кошмар будет. Нет, эти также будут пушиться, потому что они изначально завитые, это не этническое завитие, прям через мактурист, в общем, вот. Так что плойка у меня 1932, получается вот такие локоны. Вот так я накручиваю от лица и вот так вот, да, каждый локон. От лица, то есть все от лица, если этот сюда, этот сюда, от лица и назад. Ну, сейчас из-за того, что они очень, они мягенькие, и я их немножко так обработала, они прям вот, не держатся завиток так слегка. Вот, но со временем все будет сильнее, 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 будут потушиваться волосы и свои, и наращенные, естественно. В общем, они будут лучше держать завиток, надеюсь. Посмотрим по погоде, мне дождь вообще сейчас утряло шоку. Поэтому завиток с утра они ничего не держат. Сумочку рекомендую, девчонки, зайдите в Фикс Прайс, если хотите, здесь 49 рублей, не та цена, но в дорогу, поездку. Очень прикольно, и даже дома или в бассейн идти, положить все, посмотреть, что в ней, да, все, ну, идите, вообще супер. Вот, ну, в общем, мы ходили, корм покупали, консервы. Консервы покупаю там, котам, потому что там всегда они недорогие, перфектфит и эфелик. Хотела носочки купить, там не купила, в Фикс Прайсе не было, потому что часто бывает покупала носки, там как-то все разобрано. Так, и, ну, все, по-моему, еще. Взяла корзинку тут пластиковую, она у меня здесь стоит, туда всяких контейнер, когда я в него положила, все свои баночки, скляночки, немножечко разобрала все, вот он, такой бардак на столе, просто ушки. Вот, ну, и осенью мне хотелось вот светлого цвета, мне надоел темный цвет, я ходила с ним почти год, по-моему, в прошлом декабре я покрасилась в темный цвет, да, и вот отходила, и мне поднадоело, захотела блонда. Ну, блонда, я не хочу прям блонда-блонда, да, я хочу мягкого, такого золотистого, как сейчас у меня, то есть чуть теплее, чем было. Вот видите, даже видно, да, тут вот он все равно темнее, чем будет у него, ну, ничего страшного. Низ всегда выгорает, низ всегда светлеет, можно так сказать. Единственное, что внизу вот здесь вот, где-то, да, вот прятки, где-то попадаются, мои волосы, немножко снаращиваю, ну, ничего страшного, ладно. Обычно все равно наращивать лучше вот прям сюда, чтобы не видно было, но, единственное, тепло все тонкие, будет тянуть и могут рваться, поэтому я просила не ставить в эти места. Все, девчонки, на сегодня я вас целую, надеюсь, я вас миксую разные дни, я несколько времени снимала, точнее снимала по чуть-чуть, не выкладывала ролики, я заболела, у меня цистит, в общем, с чем лечь цистит, вот, вопрос. Я лечу по одной схеме, но что-то в этот раз у меня как-то вот прихватило на меня и как-то не могу я все вылечиться, вот. Ну, надеемся, все будет хорошо, вот, поэтому я желаю здоровья, 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 ну, и всего самого лучшего. Причем всех вас целую, всем желаю красоты и всего самого лучшего. А, кстати, девочки, пардон, я пользовалась тушей Чикаго, да, вот эти дни, вот эту вот сейчас покажу, не в пустых баночках, а заказы Сазон покажу, Чикаго Арт Визаж. Девочки мне рекомендовали, она силиконовая щеточка, мне она не понравилась. Знаете, чем мне понравилось? Во-первых, в Ян Сабо туши, конечно, ложатся лучше, и это при нанесении прям сразу мажут. Потом мне нужно все равно зафиксировать ян с собой, и она мне почему-то, ну, как бы она жидкая, я ей плывала, чтобы она чуть подсохла, но она не дает ему объема все равно. И самое любимое это Гарсонет. Ничего не могу поделать, девчонки. Она и ложится хорошо, и держится хорошо, никаких фиксирующих тушей не нужно. Сейчас я ее найду. В общем, несколько раз выбрала, но не зашла. Слишком жидкая и слишком отпечатывается вот эта вот Гарсонет, а вот это вот Арт Визаж Чикаго, я ее подаю кому-нибудь. Так что, ну, ничего страшного. А сейчас она, по-моему, 330 рублей. Девчонки, я очень рада, если кому-то она зашла. У вас прекрасно объясниться, у меня три волосинки, все вниз, и мне надо, чтобы ничего не текло, поэтому нет. В Ян Сабо рулит до сих пор. Вот, в общем. А еще я хочу отдать вот В Ян Сабо Когу... Кокет, да, или Когует. Ну, в общем, вот эта вот. Она у меня до сих пор лежит. Тут не силиконовая, нет, силиконовая. Но она не очень тоже. Вот вообще мне не лишна. Так что, я ее тоже отдам. Тут сложила пакетик. Ну, и вот еще, пока я сложила вот эту кисточку, вот и Хроше тоже отдам. Она очень классная, она мягкая, она хорошо наносит. Может, не отдавать. Нет, она такая мягкая. Нет, да, я пока отдавать не буду. Я просто полно кисточек. Я пользуюсь для румян вот этой кисточкой с набора. Но вот это реально не очень. Нет, я оставлю пока, да. Вот видите, с вами еще раз пробрала. Это, вы знаете, как переборка вещей. Это отдам, это не отдам. Потом перекладываешь, потому что нет, я это тоже не отдам. У вас такое бывает? Ну, ладно, все, тогда две туши отдаю. Потом еще что-нибудь соберу. Может, вам поснимаю, что я еще хочу отдать. Вещей я много уже собирала в небольшой мешок. Потому что вещей у меня много. Тех, которые я не ношу, вы заметили, у всех есть такое, да. Что у нас есть вещи, которые мы носим, есть вещи, которые мы совершенно не носим. Но они при этом лежат. Вот, и поэтому я тут уже опять пакетик насобирала. Но я уже машину однесла, так что показывать особо там нечего. Там и сумочки, там. Хотя, может быть, я сниму, видимо. Давайте, я, может, я сниму, если вы покажу вам, что я отдаю. И по каким причинам даже расскажу. Наверное, я, да, стараюсь. Так что, всех вас целую. Желаю вам отличного настроения. Еще раз здоровья и отличной погоды. И всем, всех целую. Всем пока-пока. До встречи. Встретимся в следующем видео.